Долгие годы бывший военный городок Петровская находился в запущенном состоянии. Министерство обороны им уже не занималось, но и передавать муниципальную собственность территорию тоже не спешили. Однако в прошлом году Петровская все же перешла в ведомство Ленинского района. Тогда и начались изменения, которые, тем не менее, продвигались с трудом. И только недавняя встреча главы муниципалитета Олега Хромова с жителями дала толчок долгожданным переменам. Как мы с вами договаривались и договаривались с жителями, мы разделили план на несколько тем. Первая тема связанная с изменениями в инженерной инфраструктуре. Второй раздел это система водоснабжения. Он более тяжелый, нежели речь идет о теплоснабжении, так как существуют проблемы с реальным обеспечением водой, той скважиной, которая сегодня задействована на систему городка. Третьей темой стал капитальный ремонт жилого фонда. Здесь в первую очередь необходима замена кровель. Еще одним пунктом было общее благоустройство городка, а именно создание парковочного пространства, ремонт дорог. В рамках программы «Школьный двор» строительство спортивного стадиона, детских площадок, реконструкция местного дома культуры. Все эти вопросы обсуждались с жителями и были одобрены представителями Совета городка. Видно фактически, что почти все утверждено. Есть намерие того, что те моменты, которые являются спорными, или хотелось бы больше, чем уже утверждено, и то глава администрации, заместители, глава поселения не отказываются от решения этих вопросов. И у нас есть какая-то уверенность, что фактически мы почти все решим. Работа не была бы столь продуктивной, если бы жители Петровского общественным голосованием не выбрали Совет городка. Напомним, это произошло во время последнего визита в Петровское главы, когда тот предложил людям самим избрать председателя и членов Совета. Такой опыт открытого голосования нашел отклик у губернатора региона и был взят за пример для Московской области. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ирина Кошлева. Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!